Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Послание Святого Апостола Якова, 3 глава. Я попрошу часа по одному стиху читать. Если я останавливаю, я сразу начинаю говорить. Итак, всю главу прочитаем. Братья мои, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. А где они, учителя? Какие? Вот все секты образуются от того, что нет учителей. Написано, Бог избрал апостола, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Я где бы ни беседовал с ними, здесь, за границей, все правильно, апостолы все называются. Пророки одного там Агава называют. А кто учителя, а пять апостолов считают? Учителя это отдельно совершенно. Вы знаете, Игнать Богоносец, Поликарс Минский, Юстин Философ, начиная с первого века христианства уже было, не знают. И поэтому в церкви принято особое правило 19-го Вселенского Собора не толковать самому, не уходя из тех рамок, которые становлены Духом Святым через Слово Божие. Почему? Каноны даже, каноны, не толкования, но они исходят из того, что Бог требует. Написано определенно в Шестой Вселенский Собор второе правило. Сие изрекли трубы Духа Святого. Вот стоило это только отодвинуть, ну разделение там, бывают там католики, православные. Ну сколько православных-то? В одной только Америке, у меня устаревшие данные, было несколько лет назад 21 тысяча разных наименований, религиозных организаций. Ну по-нашему это сектанты, там еретики. Что православие, это мощи, это иконы, то, что не нравится. Но там ни у кого нет этого, у баптистов нет, ну почему с ними-то вы не хотите вместе? Что-то найдут в субботу, уже субботники отдельно. Другие еще что-то скажут, там свидетели Игова. А что, смирения нет. И каждый выпускает, что-то пытается объяснить. Никакого доказательства фактически нету. Упрямство одно. Вот это то, что человек держит в себе, не отвергся с самого себя. И главная беда, это язык. Ни кулаки, ни выстрелы, ни ракеты, язык. Вот мы сейчас почитаем. Немногие делайтесь. То есть учителя сказали, теперь мы передаем это тоже учительству. Но мы не выдумываем. Мы называем 12 томов Иоанна Златоуста. Патрология мини, святых отцов, это 300 томов. Чего еще надо? Скажут, а вы все прочитали? Нет, отрывки кое-какие. Вот Ироним Стридонский, он написал одну проповедь о нравственности священства. Ну, прекрасно. Но это настолько неприемлемо. Вот какой бы библиотеки не было, нигде нету. Я был в Жордан-Вилле, большая библиотека, заграничная там. У вас есть это? Есть. Ну, я хочу сам посчитать, не отрывками. А отрывки благодаря Иллариону, Алпееву мы знаем, ни под каким видом не дают. То есть настолько неприглядно выглядят священство. Ну, от него даже все друзья отвернулись, говорят, язычники переписывают ваш этот труд. И тыщут нам в глаза. Ну, правда или неправда? Все замолкли. Правда. Бизнес церковный. Сколько помянуть сегодня церкви? За каждое имя отдельная цена. Никогда ты не узнаешь, что с мертвого можно так взять. А что батюшка мне рассказывает, я сам этого не видел. Вот приехали цыгане. Какие они верующие? Ну, у них барон. Это главный, как руководитель. Сразу спрашиваю, деньги есть у них. Так, вас встречать, когда придут? Да, встречать. Но если стоит 5 тысяч, теперь это будет стоить 13 или 15. Священник вышел на паперть. Дальше. А хор пел? Обязательно пел. О, это 35 тысяч, мы всем должны дать. И по порядку. И дальше, когда провожать вас, провожать до кладбища, так, за 100 тысяч могут намотать. Ну, где вера-то здесь-то? И что ему будет лучше? Они ему тот телевизор в могилу ставят. Все, что как у людей было. А главное-то, что нужно? Верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Неверующий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот и все. А волшебники, колдуны, бесовское отродье, по-другому не назовешь. Почему? Потому что люди отступили от Бога и поклоняются нечистой силе. Да, бывает, они предсказывают, а где? Где кого убить? Вот это они точно знают. Вот говорят, а вот Пушкину сказала цыганка, что его убьет человек, убьет. В белой одежде. Ну да, офицер в белой одежде. Ну почему? Да он и убьет сатана-то. Ему как не знать. А когда-то его программа была. А он сказал бы, покаяться он перед жизнью. Он не любит эти слова. Тут надо резко поговорить. Сердце человеческое. Главное поле битвы, как Достоевский говорит. Поле битвы. И там дьявол борется с Богом. В нашем сердце. На какую сторону склонишься? Дальше. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Могущий обуздать и все тело. Вот это совершенство. Не то, что ты там спортсмен, там что много у тебя есть, богатство, должности. Нет. Язык. Язык покажет, кто ты. Руководишь или нет. Да я не стерпел, как-то сказал. Сегодня за одно предложение человек может... Одно предложение. Только повторить, чтобы несколько раз. 15 лет. Это сегодня уже закон официально принятый. Ну, знаете, о чем нельзя разговаривать. У нас и принято решение, вообще мы не говорим об этом. Хотя за убийство-то редко 7 лет дадут. А почему так язык? Сколько за языком пойдут? Сколько людей погибнет? А что было промолчать? Есть даже маленькая поговорка такая. Учится говорить ребенок 4 года. А молчать 64. Ну, зачем сказал? Да не знаю, как-то возбудился так. Да нет, это отвергся себя. Это трудности, действительно так. А для верующих вообще-то ничего не значит. Мне когда пришлось в одном месте быть, в заключении, и нужно было не говорить, а три месяца не произнес ни одного слова. И все считали, я немой, глухонемой. Но зато я там, где можно было, каждому говорил о войне. И сразу начинается сообщение. Он не немой, он о Боге говорит. Вот чего нам не хватает. Я большую практику жизни прошел, и зная язык, ох, сколько же зла. Вот есть такая басня у Крылова одна. Писатель и разбойник. Писатель, приятно слышать даже это слово. А разбойник. И вот они оба умерли. Под разбойником там кипит котел. Потому что люди жалуются, убили кого, отец, кормились, потеряны, там, все. А писатель, а кому он нужен-то? Но проходит год, век. Все, которые претензии имели к разбойнику, примерли, жаловаться некому. А подательность, пламя все больше и больше разгорается. Ни разу солнце не взошло, чтобы новые люди не развратились. А фильмы там разные, нехорошие ставят. Это они. Вот смысл в этом очень большой. Слово может выражаться как? Вот я говорю язык. На скольких языках? Сегодня я не могу сказать. 2896 было, когда я обратился. Но сегодня маленькие племена. И на каждом языке свой разговор. Вот здесь бывает, торгуют. Ну, хорошие они люди, торгуют продуктами своими. Но что-то не так. И он заругается по-русски. Я всегда... Разговаривать не могу. Тут чистым языком проговорить, прямо поминать. Почему? Я долго не знал. Почему они так русскую мать ненавидят? И, наконец, я дошел. От которой самый большой грех произошел в мире. Кого она родила? Что после этого было? Миллионы погибших. Ответ все равно можно где-то найти. И так далее. Вот мы влагаем удила в рот коням. Чтобы они повиновались нам. И управляем всем телом их. Не говорит там руль, машина. Ничего этого не было. Конь. А чтоб конь повиновался, узда надевается. А узда там железные удила. Они вкладываются в рот, куда потянешь. Чтобы не так больно, конь старается ослабить. Но сразу туда поворачивается. Тут не... Которая... Верховая из-за казаки. У всех узда. А у человека узды нет обуздать. Он должен внутренним своим рассуждением сказать. А я промолчу. А если есть, я буду говорить о Боге. И никто мне не запретит. Я многому могу сказать, как мне пришлось видеть, где нельзя ни одного слова. А я не умолкал. И, наконец, все на счастье признал. Это правильно. А вначале такие угрозы были. За каждое слово. Да вы, вы, сгниетесь здесь. Я сказал. Христос воскрес. Воистину воскрес. Падет КПСС. Как ухватили за это слово. А его и нет нигде. На счастье такое. Это стихотворение у меня такое было. Почему? Потому что мы знаем. Все во всем будет Бог. И последний победитель. Будет Христос. У меня сегодня напал, я не знаю, с Америки. Да, с Америки у него флаг висит. А вы одобряете правителя. То другое. Он ничего не хочет слышать. Я говорю. Вы-то одобряете своего. От вас же все это идет. А этому девать все некуда. В угол зажали. Люди как злятся на это. Я говорю. Нам дано прямое указание. Молиться за старей начальствующих. Дабы жизнь проводить. Тихую и безмятежную. Далее. Вот и корабли. Как невелики они. И как несильными ветрами носятся. Небольшим рулем направляется. Куда хочет кормчий. Мне пришлось служить в морфлоте. И работать на Балтике моряком. Поступить в высшее мореходное училище. Ну, в степи я вырос. Корабля не видел. Но Бог так сделал, что когда буря, там шторм на море, меня всегда вне очереди вытаскивали за штурвал. Ночь. Ничего не видно. Ни звезды, ничего. Только поднимают тебя и в бездну бросают. Два прибора. Компас называется компас. И аксиометр. Тот наверху надо держаться и смотреть, чтобы оно совпало. Мы не знаем, где мы находимся. Кто впереди. А надо идти. Управляется. Я за штурвалом много времени провел. Который поворачивается. А если сломалась, байгерская рубка называется сзади. Но тебя не видно. Это-то вверху было, а там на уровне. И один будет говорить куда что. Мне говорит тому. Я стою. Когда-то сломалось что-то. Ну, мало ли как-то. А там он показывает. Налево дай. Румп один, там два. Я должен стоять. Тогда парусники были только. И они управлялись. Они знали, как ветер. И ветер отшибает. Почти против ветра даже могли идти. А как? Большие паруса и маленькие. Оттуда ветер когда бьет, и он отскакивает. А не то, что когда туда дует, тогда можно. Но это уже такая. Я говорю, о чем говорит Яков. Ты управляешь-то небольшим рулем. Ну, это у меня какие корабли-то были. Сегодня это же смешно. Сегодня один корабль 150 тысяч тонн. Состав за составом могут. Чуть не 50 составов. Вот сейчас авианосец подходит там это. С израилем-то где-то. Даже не верится. Только обслуживающий персонал. Где-то у них чуть ли не 6 тысяч, что ли. Невероятно. И сколько? 96 самолетов только на нем. Это аэродром. И он управляется малым рулем. Мы сегодня принесем туда. Это как бы человек не возвышался в изобретениях, но будет сюда смотреть. И вот. Все это подчиняется. И особенно трудно вести канал. Канал узкий. А тормозной путь вот. Ну, что-то тебе мешает. Ты тормознул. Ну, проехал там сколько? 5-10 метров. А это больше километра тормоза только. Больше километра. И поэтому, когда он идет туда, а ты туда сильно-то не крути. Иначе пока начнешь туда, он все еще туда идет. Я это все испытал. Видел, как. А тут стоят у борта пришвартованные иностранные корабли. Не дай бог, где-то стукнуть или что-то тут. Даже упоминать не надо. Но, однако, управляется. И так дальше. Почему мне это дорого, близко? Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Видите, о чем речь идет. Я в прошлый раз говорил об этом. Вот об этом языке. У нас написано так и так в поговорке. Не играй с огнем. То есть лишнего не говори. Не играй с огнем. На немецком языке там по-другому говорится. Если в переводе, не рисуй чертиков на стене. Иначе они тебе вовнутрь залезут. Не играй. Ты играл, и вдруг выхватили вот эти вот петарды там проще. Сколько пожаров было. Сколько людей пока лишили. Это все на сегодняшний день. Кажется, что-то мы считаем не так. Но это прямо как будто сегодня Яков написал далее. И язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. Будучи сам, воспаляем от гиены. Вот как оказывается. Так не промолчал. Да как я зря сказал. Мне приходилось разговаривать с людьми, которые отбывали большие сроки здесь. Ну и когда война-то началась, ну же Гитлер-то плотно к Москве подходит. И один старичок в заключении здесь сказал, вот же мед. Дай-ка он и чай будет пить в Москве. Кто-то пересвистнул. Загудела сирена. Вот милаший комбинат где. Собрали. Его уже арестовали. Так, говорил, говорил. И тут же вырыли яму, и тут же расстреляли. Чего от этого немцам лучше стало или как-то? Нет, ну не надо говорить. Народ в такой панике был и проще. Но милостью Божию не каждый пошел на это. Язык. Эх, зря же я сказал это. А промолчать? Промолчать легче всего. Ничего не надо. Твори молитву, сиди и все. Два-три раза тебя обманули. А зачем говорить только? Они теперь за эти слова будут цеплять тебя и все. А ты сказал. Тебе надо пояснять, о чем ты думал, когда сказал. По этому ли делу сказал. Лучше нет. Почему называется там серебро, а молчание золото? Но только это не относится к благовестию. Благовестие золото. Проповедь золота. Дальше. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. Видите, как он показывает. Какие? Да-да, киты знали. Левиафан. Есть финвал. Это там подводная лодка, говорили. Только его можно столкнуть. Управляется. Птицы все какие есть, подчиняются человеку. Но почему ты это сказал? Вот сейчас ты, кстати, пришла. Она прапорщик, жена. А он генерал. Ну и она его застрелила прямо дома. Итак, крупный заголовок, главное. Почему в семейной жизни где-то? Он, если бы он промолчал, попросил прощения, я так думаю, было бы по-другому. Такая должность, такой человек, так он нужен государству, все описывает. Ну и все, она сразу застрелила, пошла, заявила и все. Вот как. Да она-то никто, ну, прапорщик считает, что солдат обыкновенный. Это не где-то, это в нашей стране. Итак, звери, их тренируют. Я видел, как на мотоцикле ездят медведи. Да мало того, и ездят, да гоняют еще друг друга, показано как. А укротить язык никто не может. Ну что, в вашей жизни ни разу не было, где бы вы сказали? Было. Никто не может, я-то никак. Апостол Павел, было, он стоит, видит, там говорит, какой-то сидит, он говорит, стена подбеленная, стена-то не такая, тут примарапетился. И сразу, первосвященника Божию хулишь. А я не знал, а их было уже несколько, они через год-два менялись за деньги. И Павел сразу дал шаг назад, а я, братья, не знал. И сразу цитирует, не злословь начальства. Это сегодня очень важная, эта тема сегодня. Поэтому перебирать, перемывать, никак. А мы молимся всех правителей, каких знаем Эрдогена и Байдена, всех поминаем. Раз русских, украинцев, белорусов, молитесь. Молитесь не за царя, а за царей. А что вы просите? Чтобы не было покушения на них. Чтобы издавали мудрые законы. И исполняли, дабы дали достойно жить людям. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Вот для чего. Далее. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Ужасно. Это язык смертоносного яда. А что? Слова. Поношение. Вот. У мусульман за этим заботятся очень сильно. Уважение к сакалам непередаваемо даже. А у нас, да ты старый, хрижный. Когда ты сдохнешь, у них оборони Бог это сказать. Ты можешь жизни лишиться. У них советок сакалов. С каким уважением они относятся. Я был среди них, как раз отбывал когда. Люди очень уважительные к старшим. Еще они спрашивают. Ну ладно. Верите так. А у вас есть старики беспризорные там в домах, которые престарелых? Есть. У нас ни одного не было за 1400 лет. А у вас есть дети, которые там в детдомах при живых родителях лишены права? Родических прав. Есть. У нас ни одного за 1400 лет не было. И зная историю, я подтверждаю, да. Значит, нам надо учиться и смотреть. В этой же обстановке, в этой же стране. И люди умеют поправиться с языком. Далее. И им благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Заметь, как. Он и птиц, и зверей взял. И теперь человека. А он по образу Божию создан. А спрашивается Яков. Так какая у него грамота была? Ведь он знает все здесь. И орнитологию. И анимала. Все знает. Далее. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Знаете, если то непонятно, то род это источник. И то, и другое исходит. Но сегодня, может, не исходит, а написал. Написал, а можно сегодня так сказать, что во всем мире услышат люди. Ну, средства такие сегодня большие. Просто скажешь и не знаешь. Вот я что ставлю, у меня там на одном канале есть. Посетители только, уже смотрели, 81 миллион. Это половина, больше, чем половина нашей страны. Слово-то, если хорошее, оно возрождает человека. А плохое... Ну, нам надо учить еще плохое, но не плохое. Когда к Иоанну крестители пришли креститься, он их окрестил сразу. Порождение их едины. А Христос, где говорит, читаем 23 глава Макбия, змеи. Вот еще, сегодня за этот привлечь к ответственности, он меня принародно оскорбил. Достоинства мои. Верующий никогда это не скажет. Милостью Божию мы слышим эти слова от нашего Иисуса. И поэтому они не поддаются рассмотрению. Мы скажем одно, в этом не было хулы. Это соответствовало действительности. А не так, что чуть соседка там не понадобится, змея подколодная тут. Ну и прочее. Течет ли из одного отверстия источника сладкая горькая вода? Видите как? Про источник сказал. Кто перед тобой? То есть он с разных сторон. Никто язык так не описывает, как и Яков. Почему? Ну, я просто так думаю, что уже кое-какие Евангелия были написаны. И они смотрели. Вот этого не хватает. И думаю, кто-то сказал, хорошо бы об языке сказать. Смотри, как Павла поносит. Что о нем говорят? Киллеры. Не два, не три человека. Сорок человек дали обещание. Не пить не есть, пока не зарежут его. А все это язык. И далее. Не может, братья мои, смоковница приносить маслины. Или виноградная лоза с моквой. Вот посмотрел на одно, на то огонь. Ты на огонь. Огонь язык. Посмотрел на деревья-то. Ну, не может у нас яблони виноград приносить. Или какое-то дикое растение, клён. То есть куда бы ты ни глянул, но делать примерами, чтобы мы везде имели тормоза. Видите, теперь к растительности обратился. Так же и один источник не может изливать солёную и сладкую воду. Теперь о воде говорю. То есть я смотрю, такая всеохватность, куда бы ни повернул голову, везде предупреждает тебя Господь через предметы, через людей, через всё, что окружает. Помолчи. Мир немного потеряет, если мы помолчим. А сатана будет подзуживать. Разные слова говорить. Есть целая категория людей, у которых нет юмора. Но это беда. Да как, где юмор? О, в Библии есть такое. Считается самый строгий, грозный пророк Илья. И когда кололи себя жрецы Ваала, он говорит, да громче кричите. Может он дороги, может заснул, не слышит. Но это явно, что над Богом смеётся где-то. Но надо знать где. А если юмора нет, лучше промолчать. А юмор может так это разладить. Ну, кто же не согрешает. Вот я тут и всё. Самый человек, большой враг считается тёщей. Как этот, обратился и говорит, тёща-то первое покаяние принёс. Она испугалась, думает, опять не то. Юрий этот. Ну, он правда из баптистов. Принёс покаяние перед Богом. Главный враг была тёща. А теперь я понял, что главный-то враг во мне был. Дальше. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением. С мудрой кротостью. Вот на чём теперь кротостью. Незнаниями какими-то есть. У нас соседи такие грамотные, когда ругаются на трёх языках сразу. Меня спрашивают, а вы знаете самый умный какой? Паэт где-то. Я говорю, а вы не знаете. Ну, начинается он. Нет, я говорю, самый умный. Я завтра о нём буду говорить. Иван Андреевич Крылов. Он в каждом звере видел человека. Он во всём, что окружало, видел человека. И его так и признала цариса. В то время была мать царя. Да, это особый уже предмет. Дальше. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сфорливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вот где всё это заключается. Зависть. У него этого нет. Вот в одной семье 12 братьев. И они завидовали почти самому младшему. А как? Он сон рассказал. Там снопы поклонились его снопу. Солнце с луной поклонились. И они ничего лучше не придумали, как убить его. Это верующие, богоизбранный народ. И что дальше как было? Пришло время, все они поклонились ему. Пришли когда в Египет. И за счёт зависти. Зависти. Откуда вы знаете, что из зависти? А Стефана, когда побивали, это уже в Днянях Апостолов, и говорит, предали его из зависти. Пилат знал, что Христа предали из зависти. Зависть много дел. И человека этого нет. Он уже прожил, и ничего у него нет. И он завидует соседу. Завидует, что тот где-то в другом месте живёт, и там, может, было бы легче как-то. У другого зять лучший, сноха. Тут много что. Везде зависть. А ты скажи, вот у него это есть, а у меня нет. Я буду молиться, как тебе, Господу, угодно. И Господь сделает не так, чтобы другому сделать плохо, и тогда у него не будет, как у меня. А наоборот, чтобы его поднять. Далее. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Земная, душевная, бесовская. Прочитали про чём? Не может удержаться. Вот разговариваешь когда с человеком, ну почему ты это сказала так? А я не могу удержаться. Ему начинаешь говорить, он прерывает, на полобене тебя будет. Это не просто так. Да я такой горячий. Нет. Горячка вот она где называется. Земная, не небесная. Бесовская. Поэтому, слушая слова Якова, скажем, Господи, помоги. Научи молчать, чтобы источник изливал воду сладкую. Хотя и грозные слова можно говорить. Очень грозные, как Павел говорит, когда считаем. Ибо где зависть и сворливость, там неустройство и всё худое. Вот так. Я неоднократно беседовал с такими людьми. А когда они обращались к Богу, принимали крещение, они начинали, вот тут я сам виноват. А вот это развод был по моей вине. А вот здесь было по моей вине. Почему? Бог открывает это. Только Бог мог это сделать. А до сегодняшнего дня я считал, что я прав. А как получилось? Не знаю. Помолился и вдруг слышу, так я же что же делал-то? Я и по возрасту не подхожу, ни по знаниям. Чего ради ополчился-то? Ну и всё рухнуло дальше. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно, нелицемерно. Смотрите, восемь свойств мудрости. Это где-то на одному, в лесу ли живёшь, себя проверить нельзя. А вот в людях, когда бывают здесь, это показано. И на уроках, когда бывают где-то, тем более божественно, то у нас занятия идут, по-разному реагируют. И даже уже человека того нету. И тогда мы должны быть справедливы в суждениях. Вот здесь, когда называют сегодня, такие-то люди, вот они так-то принимают. Вот у нас был человек здесь, когда поётся «Верой в один у Бога Отца», он никогда не пел. Я спрашиваю, а почему ты не поёшь? Всё остальное признаёт. А эта нация такая, мессианские, называется, иудеи. Они признают, что Иисус Мессия, но Он не Бог. У нас этот человек долгое время был. Я сегодня спрашивал, поищите Его, найдите. Человек-то хороший. Но случилось так, что вот Его нет среди нас. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Ещё раз. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мир хранить надо. Ради мира. Ради мира стоит. Прочитаем несколько мест. Иезекииле 3.18.19. Проверим себя, сможем ли мы выполнить то, что нам Дух Святой скажет сейчас дальше. То, что Яков нам программу заложил, мы уже согласились, что выполнить её непросто, без Бога просто невозможно. Иезекииле 3.18.19. Это прямо наизусть надо знать. Когда Я скажу беззаконнику, смертью умрёшь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрёт в беззаконии своём, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрёт в беззаконии своём, а ты спас душу твою. Так вот так. Тут можно, если кого-то наставлять на путь истинный, ты назовёшь много врагов. Врагов у Павла было много. У Христа отошли все, он говорит, не хотите ли вы отойти? Он не удерживал никого. Почему? Тут прямо показывается. Ты видел, он согрешает. Ну, промолчал, пошёл, нет. Ты должен, это брат или сестра, выбери момент такой в этом же дне, не откладывай на завтра. Скажи, давай по порядку. А он не хочет. Тогда вопрос снятый. А ты разложи ему, как говорится, по полочкам и покажу. Вот это можно было не говорить. Так, а вот это, как на работе тебя смотрят? А сколько же здесь соблазна-то из такого поведения-то? И всё. А если он не послушает, кровь его на его голове. Кровь на голове. А ты промолчал. Я ничего не делал, просто промолчал. Я видел, что не так. И кровь его на мне будет. Это очень серьёзный стих. Поэтому просто так прожить, как сквознящок, не получится у христианина. Ты должен это видеть. Часто бывает ни на чём. О детях не могут там поделить где-то. Ну, на всё надо, по слову Божию. Глава, кто в семье. Как дети, как учить. А если родители, там, какой-то стороны неверующие, детей отдавать? Никогда не отдавайте. Вы ничего уже не сделаете. Они научите вот в перечении одной недели. Почему? Они верили надо учить. Человек из плоти состоит. Они скажут, зачем тебе в храм ходить? Ты знаешь, какая трудность будет. В университете тебе, может быть, не примут. Тогда не принимали, даже было. Поэтому надо быть очень внимательным. Далее. Второе. Это не царств у меня? Второе царств, 16 глава. Сейчас, хвилинка дальше. Оно у меня не по порядку идёт тут. 16. Второе царств. 16, 5, 12. Когда дошёл царь Давид до Бахурима, то вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шёл и злословил и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословив его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратился на тебя, всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авеса... Ну это военный, начальник. Царю, зачем злословит этот мёртвый пёс господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. Как будто ругомойник какой-то. И сказал царь, что мне и вам, сыны, соруины? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид о вести и всем слугам своим. Вот, если мой сын, который вышел из чресла моих, и ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Ох как, он злословит, а он решает, что повелел ему. Притом воины стоят. Военачальник закрыл бы ему горослава уста. Может быть, Господь призвит на уничтожение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его засловие. Засловие. Кровопевец, уходи, там все. А Господь это учтет, и мне легче будет от этого. Его Господь и допускает до этого. Но, видимо, эта язва была так больной ему. И когда он уже умирал, сыну Соломону говорит, ты вспомни вот этот семей, как он меня злословил. Ты умный. Не отпусти его, седину, в могилу без крови. Уже все, жизнь прошла. Он не трогал его, ничто. Соломон сразу поставил ему условия не выходить за стены города. Живи! Ты отца злословил. А вот его два раба сбежали. Он все забыл, пошел за ними, взял. Его сразу же арестовали. Я тебе говорил? Говорил. Отрубить ему голову. Поэтому обиды надо избегать. Ты знаешь, что это так или не так. А он такой-то был. Он говорит, ты сын твой против тебя восстал. Всю историю знает. Ему ничего не стоило закрыть рот ему. Но он не стал этого делать. Слово уже с тобой урожается иногда. Деяние апостолов 9.309. У нас были глухонемые, они с такой скоростью разговаривают. Так, 9.309. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовица с слезами предстали перед ним. Показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Еще больше не надо говорить. Если после нас что-то остается, можно показать. И врачу, вот так нужен нам был человек, а вот он умер. Или там заболел как-то. Нам трудно будет без него. Вот что, не словами они, а показали дела, которые есть. Наши дела идут впереди нас. И надо научиться оставлять такие. Число 24.16. Видите, мы по разным книгам смотрим. Да. 24.16. Говорит, слышащий слова Божие, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его. Вот как Господь дает когда. Откуда вы знаете, что это так? Господь открывает. Открывает, бывает несказанное. Вот терялась иногда вещь важная. И обращались к святому, пришли и говорят, подозрения падают на кого, а сваровано-то много. Он говорит, пойдите там по дуру, там покопайте, там с правой стороны лежит. А кто сделал? А вам зачем знать? Вы получили свое, получили. А остальное оставьте. Видите, мы навыщаемся из священного Писания. Вот когда бывает такое дело, поступать нужно так-то. И дальше считаем. Исход 20.19. Мы несколько моментов библейских возьмем, и они нам на память придут, когда будем читать сами Библию. 20.19. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. О как! Конечно, поворачивать на то, что ты нам не считай, это слово Божие, а это гласно звучало. И все трепетало, дымилась гора. И люди сказали, ты лучше нам передавай, мы боимся. Вот какому Богу мы поклоняемся и верим. У нас-то ничего нет. Библию открыли, мы знаем, это слово Божие, все. Дальше. Второзаконие. 6.4.7. Богатый материал, я поэтому долго его готовил. Второзаконие. 6.4.7. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Разумеется, вот когда по-еврейски так, шма-Исраэль, везде шма-Исраэль, слушай, Израиль. И вот мы, мы новый Израиль, слушай, Израиль, не дымите, не спите, внимательно слушайте, так говорит Господь Бог. То есть напрягись сейчас здесь. Мы считаем не басни какие-то. Шма-Исраэль, вот здесь так у них написано. Слушай, Израиль, все дела отставлены. И далее. Так, сколько там? 6.4 по 7 стих. Ага, понял. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всей силами твоими. И да будут слова сие, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Тут у меня даже и крестьясты 12.11. Открыли. Бытие там 45 глава, когда Яков молит, я уже не буду, вы запомните, 45. Полная глава, как он каждому дает будущее, картина как будет. Уже лежит близко к смерти и он видит будущее на тысячи лет вперед. И что сейчас в Израиле, если он это уже предсказал. Что там 12? И крестьяст 12.11. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди и составитель их от единого пастыря. Вот так. Надо научиться пользоваться священным писанием. И где бы удалось сказать, как? А ты сразу припомнил. Библия говорит вот так-то. И сразу слово. Слова, как вбитые гвозди. Такая мудрость. И еще одно место прочитаем. Иписянам 4.29. Слова мудрых. Поэтому мудрости, такой, как мы имеем, Слово Божие нигде в мире нет больше. Так. Иписянам 4.29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Видите, какое слово. Какое. Русский язык самый оскверненный язык. Мне пришлось слышать многих людей, вот даже у немцев, я говорю, а как у вас ругательство? А там начинает, он говорит, там хомо веттеры, то есть, пусть гром разразится. Но ничего нету, не касается к человеку и каким-то образом. Ну, в разных, которые есть. Русский язык именно этим, хотя его Тургенев хвалит, он действительно богатый самый язык, но сколько в него натолкали, поэтому внуки у вас где-то рядом, не давайте слышать этих слов, а когда он начнет понимать, ему скажите, это гнилье. И злой запах издает, и поэтому от этого можно погибнуть. Богу нашему слава за великую мудрость, которая нам открывает в слове своем. Аминь.